Так, Ежа, поясните про перерождение Будды. Я не очень понимаю, как он может реинкарнироваться, если статус Будды означает выход из цикла перерождений. Ну, так а Будда до того, как он перерождался, он не был Будды, он был Бодхисаттвой. Просто вот это его решение сознательное о перерождении из неба, из небесного мира, который, по-моему, Тушита назывался, или как-то так, в облике человека, в облике Сиддхартхи Гаутамы, это вот как бы и есть его становление как Будды. Потому что с точки зрения буддизма, для того, чтобы достигнуть окончательного просветления, Дживи необходимо прийти в мир в образе человека. Потому что боги, они слишком подвержены всяким наслаждениям, да, небесные миры слишком комфортны, и это не побуждает их к духовному развитию. Вот в чем дело. То есть, для того, чтобы достигнуть состояния окончательного освобождения и выйти из колеса смертей и рождений, да, выйти из сансары, как бы, перейти в пале нирвану, необходимо пойти на понижение своего кармического статуса. И после бытия богом, да, некой божественной сущностью, нужно назад вернуться в мир человека. И у богов в этом смысле у них есть определенное преимущество, потому что они могут выбирать вообще, кем им рождаться. Да, вот, то есть, их рождение в низших уровнях сансары, оно зависит либо от того, что они полностью исполнили свою благую карму и поэтому пошли на понижение вниз, да, либо их решение родиться в образе, там, человека или животного, там, или еще кого-то. Вот это просто сознательный выбор, да, и они вот вправе распоряжаться этим, как они хотят. Ну, собственно, вот после того, как потенциальный Будда, да, то есть, некий Бодхисатва безымянный, родился в образе Хиддхартхи Гаутамы, он и стал Буддой Шакьямуни, да, потому что он в процессе своего становления, как человеческой личности, он пришел к пониманию Срединного Пути, к пониманию Четырех Истин, да, Восьмеричного Пути, опять-таки, и вот, собственно, стал проводником уже Буддийской Дхармы, которая, с точки зрения Буддизма, она не с Шакьямуни началась, а она извечна, да, некоторым образом, то есть, она сопутствует человечеству, как некое такое благое учение во всех югах, да, то есть, во всех периодах существования Вселенной, да, вот, и, собственно, достиг Пале Нирваны, указав всем дальнейший путь, да, то есть, как путь спасения, таким образом, вот, и дальше уже люди могут либо следовать этому пути, либо не следовать, вот, исходя из уже своих, там, желаний, намерений и так далее. А вот уже, скажем, сопутствующие Бодхисаттвы, то есть, определенный пантеон Бодхисаттв, то есть, возвышенных джив, которые стремятся к духовному развитию и достигли определенного уже кармического статуса, вот они, с точки зрения Буддизма, они не выходят из сансары, из сострадания к оставшимся живым существам, да, то есть, в принципе, они могут достигнуть духовного просветления, да, уйти в Нирвану, но их сдерживает сострадание к оставшимся в Майе и необходимость проповеди среди, в общем, обусловленных душ. И поэтому, в общем, там, главная Бодхисаттва в этом пантеоне, а в Лакитешвара, она рождается снова и снова в образе Далай-ламы, соответственно, да, то есть, с точки зрения ваджраинской уже мифологии, с точки зрения учения Гилук. Так что тут все вот так, ну, тут достаточно простая философия, просто очень много, может быть, каких-то специфических терминов, которые не будут понятны навскидку человеку, который с Буддизмом не очень знаком, да, не вырос в этой традиции культурной. Продолжение следует... Продолжение следует...